МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скажи, правда, что у вас в лицо люди пропадают? Ну, правда. Лида Милюзина, которая Маша играла главную роль, также было очень много у нее конкуренток на эту роль, тоже блестящих совершенно конкурентов. Первый раз я приехала на пробы, и, кстати, мои первые пробы были с Гришей, как раз впоследствии, с которыми мы и сыграли вместе. Маша, скажи, а в заповеднике еще кто-нибудь живет? Нет. После того, как дорога на материк затопила, все люди ушли. Подожди, так дорога была? Ну, почему же была? Знаешь, сейчас есть. Пробы проходили очень интересно. То есть сейчас не всегда режиссер с тобой так подробно работает, это бывает редко. Ну, с Гришей мы как-то нашли с ним вообще язык как-то так сразу. И когда я узнала, что он тверден, я, конечно, была рада. Мне показалось, что вот она, что называется, стопроцентная Маша. И это, кстати, было камнем преткновения, потому что продюсеры опасались именно этого, что она же так Маша. Конечно, есть какие-то общие черты у тебя с героем. В любом случае, иначе ты бы не смог бы так достоверно передать его характер, его поведение. Но в то же время я не могу сказать, что вот я вот точно такая же, как Маша. Дело в том, что никогда не существует отдельных взяток героев. Всегда должен сложиться актерский ансамбль. Это очень-очень важно. Гриша Лидов очень подходила. Она девушка такая с внутренним стержнем, такая с характером. То есть она вроде бы мягкая, но если что, и веслом поговорим может дать. Девушка, можно у вас водички попить? А то у меня... А то у меня во рту Сахара, честное слово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова